Приветствую вас! Порекомендовать вам можно на самом деле только следующее. Во-первых, определите для себя, что для вас означает её обман. Да, то есть почему её обман влияет на вас. Я так полагаю, что вы достаточно уже взрослый человек. Я так подозреваю, что вы взрослый человек. Вот, и, в общем-то, не очень понятно, значит, почему на вас так влияет вот эта вот история, что мама врёт. То есть она может врать, потому что у неё есть какие-то причины, да. Вот, тем более, что вы пишите, что так она достигает своих каких-то целей. Вот, оно вряд ли изменится, потому что это взрослый человек, у которого уже сложились какие-то стереотипы, паттерны поведения и так далее. Вот, то есть вариантов и, значит, шансы на то, что она изменится и поменяется, ну, на мой взгляд, очень маленькие. Вот, пытаться изменить маму занятие абсолютно бесперспективное, потому что, ну, она такая и всё, она не изменится, скорее всего, да. Ну, вот, но вас это чем-то задевает, вас почему-то это задевает, и вот мне представляется важным определить, почему вас это задевает конкретно. То есть, как так вышло, что вы, будучи, ну, априори, взрослым человеком, да, вот, настолько сильно зависите от, допустим, своей мамы, да. Вот, почему вы зависите настолько от своей мамы, вот, то есть это, на мой взгляд, вот это вот те вещи, которые вам необходимо для себя определить. Это первое. Второе, второе, значит, нужно отграничить себя от мамы, да, ну, чтобы не позволять ей как-то влиять, значит, на себя, да, вот. То есть, чтобы не было такой истории, что её поведение как-то негативно влияет на вас, вот. То есть, нужно отделить себя от мамы, в этом смысле, в этом смысле, я полагаю, возможно, стать, ну, более самостоятельной, более независимой, опять же, от, от неё, да, от мамы. Вот. 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 Но опять же, стука-то какая, что она, мама ваша, как бы влияет на вас, потому что вы чего-то пытаетесь от неё добрать себе, условно говоря. И вот вам нужно понять, что и как вы пытаетесь добрать от неё, что и как вы пытаетесь получить от неё. Это важный момент, потому что он, ну вот, собственно говоря, напрямую влияет на то, как вы себя ведёте, и на то, как вы себя чувствуете с мамой. Дальше. Как общаться? Как, как, как общаться? Общаться нужно исключительно в зоне своей безопасности. То есть, чтобы не, опять же, не испытывать какого-то негатива. Вот. Из-за того, что она вас там обманывает. К примеру. Вот. То есть, ну, нельзя позволять, нельзя позволять себе, вот, таким образом взаимодействовать, значит, с мамой своей, чтобы это негативно влияло на вас. Вот. Нельзя позволять себе так взаимодействовать со своим вниманием. Ну, а ещё раз хочу сказать очень важный момент, что до тех пор, пока вы сами не увидите, как на вас влияет поведение мамы, что оно несёт, условно говоря, вам. Вот. Вы будете чувствовать, ну, болезненность, вам будет тяжело и так далее. Вы говорите, что вы не можете ей доверять, а, возможно. Но, почему вы решили, что, почему вы решили, что, почему вы решили, что вы должны ей доверять? Ну, вообще, вообще, смогу решили, что, обязательно, между вами, там, должно быть, а, доверие и так далее. Вот. Вот мне кажется, что вы, вот, у вас от мамы, а, какие-то завышенные ожидания. Вот. К сожалению. Завышенные, завышенные, завышенные ожидания. Вот. А, как бы, за которыми ничего не стоит. То есть, которые, которые никак себя, ну, не подтверждают, которые, не, которые, не, совершенно необоснованно. Вот. Понимаете? И работать здесь нужно именно с вашими ожиданиями, а не с тем, как себя вести с мамой. Вот. Поймете, поймете, в чем заключается ваше ожидание, поймете, чего вы хотите, для себя. Вот. И, все. Проблема, проблема уйдет сама по себе. Вот. Ну, на мой, по крайней мере, взгляд. То есть, если за этим, конечно, конечно, не стоит, а, какой-то, ну, другой, более серьезный проблем. Например, если за этим нет вашего страха, какого-то, там, например. Или чего-то еще. Еще. Вот. То есть, мне видится история, мне видится вот примерно так вот. Мне видят история примерно так. И ответить, на мой взгляд, мне кажется, рано. Опять же, можно именно так. Вот. Понимаете? Давай о чем я пишу. Дальше. Вы пишете, в моей голове не укладываются такие вещи. Значит, вот это вот отсутствие сочувствия. С ее стороны. Оттутствие сочувствия в чем? В чем? Оттутствие сочувствия к чему? Это вот, почему вы ждете сочувствия обмана? Вот. А может ли она вам вообще его дать это сочувствие? Есть ли у нее ресурсы? То есть, почему вы решили, что, ну, у нее есть возможность сочувствовать вам? Это же какая история. Ну, и опять же, здесь вы перекладываете ответственность на нее, к сожалению. Вот. Здесь вы перекладываете ответственность именно на нее за свои переживания и чувства. Давайте разберем ваш вопрос, чтобы вы поняли. Моя мать тематически меня обманывает. Нет, вы позволяете себя обманывать. Знаю, что она вас обманывает. Она всегда была такой или нет? Если не всегда, то всего это началось, нужно исследовать. Когда я ее ловлю, она либо говорит честно, ну и что, либо все отрыстся. А зачем вы ее ловите? Я очень рад от этого встал, я не могу доверять, для чего вам нужно ее доверять и от чего вы встал. Вот она всегда очень уверенная, для нее это метод достижения цели. И вы это знаете, все равно пытаетесь с ней, ну, взаимодействовать, очевидно. Она никогда не чувствует себя виноватой. А почему она должна, если она просто поступает так, как считает нужным? Это вам, вам видится в этом, что-то негативное для себя. Ну, тут с этого и с этого и нужно начинать. Я не знаю, как строить отношения с таким человеком. А зачем строить отношения с таким человеком? Ее все устраивает, предложила сходить к своему психологу, она сказала, такое впечатление, что вы пытаетесь человека на тебе, наставить на какой-то вот истинный путь. Это невозможно. Если человек не хочет, то невозможно сделать. Так, мне очень дискомфортно, у меня ощущение, что меня просто используют как вещи. А нет, вы позволяете себя использовать как вещи. Для чего-то. Это вы позволяете использовать себя как вещи. Вы позволяете. Для чего и почему вы позволяете использовать себя как вещи. Это уже вопрос. Какая у вас цель? Вот именно у вас какая цель? На мой взгляд. На мой взгляд. Чтобы обвинить вас. То есть вам. Как бы. Для чего-то это нужно. Тоже. Вот в принципе. В принципе. В принципе. Мне видится. Такая история. Дальше. Так. Эээ. 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 Вот это вот отсутствие сочувствия с ее стороны. Эээ. Эээ. Тоже на свидание и вашей потребности. Как общаться с таким человеком? Ну. Для чего общаться? И. Чтобы. Чтобы что? Общаться. Вот. Понимаете? Хм. На этом все. Я надеюсь, что. Я надеюсь, что. помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. И это сделает его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи.